МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня вот в такой неформальной обстановке мы встречаемся с Ксенией Поначёвой, руководителем объединения «Рязань Туристическая». Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте! Если можно, для начала несколько слов о вашей группе, о её истории, когда она образовалась и вообще с какой целью? Наша группа образовалась год назад, в октябре 2014 года. Главной целью группы было показать людям, главным образом пользователям социальной сети ВКонтакте, то, что в нашей области и в нашем городе есть интересные места, куда стоит съездить, которые стоит посмотреть. Потому что, к сожалению, бытует мнение такое, что Рязань и Рязанская область неинтересное место, здесь смотреть нечего. Поэтому хотелось, конечно, донести до людей, что они неправы, и показать какие-то интересные места. Я правильно понимаю, инициатором этого всего были вы? Я и ещё несколько моих друзей, на тот момент интернет-друзей, сейчас они уже стали, вышли за рамки, наше общение вышло за рамки интернет-общения. Ну, главным образом, да. А почему появилось желание вот именно вот такую группу создать, именно с такой темой? Ну, потому что мне самой нравится ездить по Рязанской области, открывать для себя какие-то новые места. Это такое моё хобби. Поэтому, когда я встречаю в интернете рассуждение о том, что посмотреть у нас нечего, и всё скучно, и неинтересно, мне обидно, честно сказать. Поэтому хотелось вот именно опровергнуть вот такое вот устоявшееся мнение людей. Насколько я знаю, сами вы родом не из Рязани. Нет, я не из Рязани, я родом из Пскова, я приехала сюда 8 лет назад. Поначалу я не интересовалась особо историей этого места, историей места, где я живу. Потом как-то постепенно проснулся интерес, я стала и читать литературу, и ездить, появилась возможность путешествовать по Рязанской области, открывать для себя места. Ну, таким образом стала пополнять свой багаж знаний. То есть, правильно я понимаю, поначалу это была просто группа ВКонтакте, сейчас Ваша деятельность уже вышла за пределы интернет-пространства. Да, совершенно верно. Поначалу этот проект был чисто такой, рассчитан на социальные сети. Просто публиковали фотографии, какие-то заметки из СМИ, из каких-то книг исторических. Потом, когда уже поняли, что кроме нас, администраторов этой группы, есть ещё люди, которым это интересно, есть люди, которые также путешествуют, как и мы, по области, мы стали объединяться и ездить вместе. Вот, может быть, для наших зрителей, назовёте несколько пунктов назначения Рязанской области, которые действительно стоило бы съездить? Конечно. Однозначно нужно съездить обязательно в Шиловский район, посетить и сам город Шилово. Там замечательный краеведческий музей, этноцентр Заряна там же в этом городе. Также недалеко от Шилова есть интересный объект природный, это так называемый Пьяный лес. Туда можно съездить. Добрынин курган, где установлена стела в память о Добрынии Никитичи. В общем, достаточно интересный район с исторической точки зрения. Можно съездить в Шацкий район, там расположен Вышинский монастырь, который сейчас активно восстанавливается. Усадьба Быкова гора, это усадьба Мануила Нарышкина. Мельница интересная, которую тоже было бы интересно очень посмотреть. Много источников. Ну, конечно, Рыбновский район, не нуждающийся в представлении. Помимо всем известных объектов, таких как, например, Константинова, стоит посетить и музей коневодства, и музей пчеловодства там есть очень интересный. Спасклепиковский район тоже представляет значительный интерес. Во-первых, сами Спасклепики, где находится музей Есенина. Великолепный музей. Тем, кто любит Есенина, настоятельно советую посетить. Также там находится недалеко музей деревянного зодчества в деревне Лункино. Тума, в которой находится очень красивый храм. В храме мраморный коностас, сделанный итальянскими мастерами. Это достаточно редкое явление для... вообще, наверное, для всей России. Небольшой музей узкоколейной железной дороги, которую мы, к сожалению, утратили. Но несколько экспонатов под открытым воздухом можно посмотреть. В общем, наша область богата интересными местами, поэтому я думаю, что проблем, куда съездить и что-то посмотреть, не будет. Было бы желание. А все те места, о которых вы говорили, вы объездили вот с какой-то своей небольшой группой интересующихся, да? Да, все происходит предельно просто. Я разрабатываю какой-то маршрут, созваниваюсь с музеями действующими, договариваюсь о том, что мы приедем, просто оставляю в группе объявление, что такого-то, такого-то числа, во столько-то мы выезжаем. Есть желающие – присоединяйтесь. В общем, все просто очень. Если у человека есть время, желание и возможность, люди присоединяются и едут вместе с нами. А насколько вообще охотно люди к вам присоединяются и насколько часто сейчас стали интересоваться историей родного края? Ну, я могу сказать, что очень много людей, которым это действительно интересно. Причем для меня это было удивительно. Я думала, что таких людей, в общем, не очень много. Но оказывается, на самом деле, огромное количество людей, которые вместе с детьми в том числе хотят, испытывают именно такую потребность куда-то выехать и что-то увидеть интересное и узнать что-то новое о нашей области. Поэтому присоединяются к нам и новые люди. Есть уже такой костяк своеобразной группы, люди, которые постоянно ездят с нами. Но постоянно приходят также новые лица, которым мы очень рады. Насколько я знаю, деятельность ваша тоже не стоит на месте. Вы разрабатываете какие-то новые маршруты, фонтанируете буквально идеями. Просто судя по тому, что я вижу в вашей группе, да, «Рязань туристическая». Какие планы на будущее? Чем еще хочется заняться? Кого привлечь? О чем рассказать? Ну, у нас сейчас... Мы запустили новый проект. Только-только вот буквально, наверное, несколько недель назад. Называется «Я вам покажу». Это проект, в котором я и еще несколько моих единомышленников представляем свои собственные авторские экскурсии. Почему именно родился этот проект? Поскольку мы часто выезжаем, есть потребность рассказать в каких-то местах, о которых не рассказывает никто. Или если и рассказывают, то очень скупо. Потому что очень много объектов у нас, которые, к сожалению, с туристической точки зрения не охвачены. Есть, конечно, стандартные маршруты, такие как Константинова, Пощупова, музеи, в которых, естественно, есть свои экскурсоводы. Но множество у нас мест, о которых стоит рассказать, которые достойны того, чтобы о них рассказать. Но, к сожалению, вот как-то не ведется именно туристическая деятельность в этом направлении. Поэтому мы решили сделать это сами. То есть разрабатывать экскурсии и какие-то туристско-образовательные проекты самим на те темы, которые нам кажутся интересными и которые наверняка будут интересны другим людям. Как-то проиллюстрировать примерами можете? Из того, что у нас пока что есть. Во-первых, это очень интересный у нас такой образовательный, можно сказать, проект, образовательно-развлекательный проект. Называется «Необычайное». То есть «Необычайное». Это проект, который рассказывает о чае, о традициях чаепития. При этом используется у нас настоящий самовар начала 20 века, не какая-то реплика, не электрический самовар, а самый натуральный самовар, который люди в процессе этого мероприятия могут сами растопить. Плюс мы рассказываем и о том, как наши предки пили чай, что для них был чай, как они это делали. Предлагаем, например, поколоть сахар специальными щипцами. В общем, стараемся, чтобы люди погрузились в атмосферу такого традиционного чаепития. Ну что ж, мы будем надеяться, что ваш проект будет иметь успех, к вам присоединятся новые люди, особенно после нашей программы. Спасибо, что нашли время с нами встретиться. Желаем вам удачи. Спасибо большое, что пригласили. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин